Вадим Александрович, Светлана, рады видеть вас сегодня в гостях, как мы говорим, у семейного очага, хотя оно понятно, что я это не семейный очаг, меня зовут Ирина. Служение семейный очаг в нашей церкви существует, и существует уже лет шесть, и мы каждый раз приглашаем интересных гостей. В чем интересность наших гостей, особенно вашей семьи, в том, что когда-то лет шесть назад Вадим Александрович был одним из тех, кто мне преподал уроки, как проводить интервью, как беседовать. Вы долгое время были радиоведущим, вы преподавали в академии, где мне посчастливилось поработать пару лет, и где мы, в принципе, и я лично получила для себя некоторые уроки, как это делать. Поэтому это интервью особое для меня в первую очередь. Вадим Александрович Гетьман родился в Запорожье, в Украине. Пришел к Господу в 1993 году, слушая христианские радиопередачи на коротких волнах. Принял крещение и стал членом Евангельской церкви в Запорожье, где и был призван на служение проповедника. Затем учился и окончил библейский колледж в Запорожье и библейский институт МУДИ в Чикаго, США. В 2000 году женился на Светлане, с которой Господь подарил им трех деток – Даниила, Анастасию и Михаила. На сегодняшний день Вадим Александрович несет служение основного пресс-витера в Церкви евангельских христиан-баптистов. Возрождение в городе Федерал-Вэй, штат Вашингтон, США. Нам тоже очень приятно быть здесь. Спасибо за приглашение и за то, что мы имели возможность участвовать в этом служении в семейном очаге. И в основном мы слышали о том, что такое служение есть, но как-то не приходилось в нем участвовать, потому что сегодня приходится в основном энергию на свою тратить и посвящать на служение в других областях, в частности, в поместной церкви. Мы очень рады, что Вы нашли время и посетили нас. И вопросы, которые мы будем задавать, они непосредственно связаны с семейным служением. Но прежде чем мы будем говорить о теме, тема, которую Вы предложили, дефицит общения в семье, мы бы хотели немножко познакомить аудиторию с Вашей семьей. Согласны? Чтобы узнать, есть ли этот дефицит у нас, я так понял, да? Однозначно. Если у Вас его нет, то Вы научите остальных, как этого избежать. Ну, а может, мы даже узнаем, что такое дефицит, может, мы даже и не знаем, что это такое. Но для начала, как в разминку, давайте такие коротенькие вопросы-ответы. Что Вы больше всего любите? Я очень люблю читать, хотя было время, когда я сказал бы, что люблю слушать. Я воспринимал многое на слух. Да и сегодня, если я не читаю книгу, то, наверное, скорее всего, её слушаю. Светлана, а у Вас? Читать на втором месте садоводство. Что Вы не любите? Не люблю, когда что-то идёт не по плану. Так, Светлана, у Вас есть такое? Не люблю, когда, наверное, люди нагло лгут. Ну, это даже, наверное, каждый не любит. Я не знаю даже, как бы я ответила. Вы обидчивый, Вадим Александрович? Я сказал бы, что, наверное, раньше был более обидчив. Сейчас стараюсь быть помягче и больше прощать. А у Вас как с этим делом? Я бы не сказала, что я обидчивая. А вообще обидчивый – это грех? Я сказал бы, что обида, она приводит, она может приводить ко греху. Горечь может образовываться внутри. Потом обида же бывает, она разная. Бывает, как говорится, по делу, бывает нет. Но так или иначе она на тебя влияет. И когда Христос работает в твоём сердце, то ты понимаешь, что эта обида, она тебе не принесёт никакой пользы. И ты должен себя в этом убедить и пройти через это. Но проходит определённое время, пока ты это поймёшь. Поэтому я и говорю, что да, вспоминая себя чуть помоложе, наверное, я сказал бы, что был более обидчив. А теперь стараюсь уже прислушиваться к тому, что Господь говорит, и меньше и меньше обращать внимание на то, что могло бы привести к обиде. Я сказала, что я не обидчиваю, но это не значит, что меня ничего не задевает. Я работаю над этим. То есть над этим можно работать, да? Над этим можно работать. И нужно, наверное. И нужно. Какие качества в людях вы цените? Я, наверное, ценю, конечно же, доброту, отзывчивость. Я ценю тогда, когда человек умеет выслушать, умеет понять. Тогда, когда он искренен и когда он может признать, в том числе, и свои слабости. Спасибо. Светлана, у вас? Я ценю открытость, когда человек не лукавит, когда он полностью открытый. Я ценю доброту. Ценю, когда человек, если он решил что-то, ну не то, что решил, а если что-то нужно сделать, он как бы полностью отдает этому свое старание. А наоборот, вот какие качества вы, наоборот, не приемлете ни под каким предлогом? Ну, наверное, как и Светлана, вот она сказала, что не приемлета такую наглую ложь. И я бы подписался тоже под этим. И тогда, когда, конечно, насилие, конечно же, тогда, когда человек лицемерит. Это неприятно нам всем, и мне в том числе. У вас? Согласна с Вадимом Скажем. Тут у вас тоже полное единство. Это хорошо. Что бы вы хотели изменить в своей жизни? Это трудный вопрос, потому что, вот смотря на свою жизнь, я как-то помню в одном из отделов нашего штата, там мне пытались оказать помощь, и я говорю, вы знаете, я даже не знаю, в чем мне помощь оказать, потому что чувствую, что я удовлетворен во всех областях своей жизни. И поэтому чего-то достичь, конечно, ставишь перед собой цели. Цели образовательные, цели что-то прочитать, цели чего-то достичь. Но в целом могу искренне сказать, положа руку на сердце, слава Богу. Вот то, что от Господа я имею сегодня, начиная от семьи, служения, работы, и попросту того, что мне Господь дал в жизни, да, и характера, жизни в Иисусе Христе, могу только поблагодарить Господа за все это. Но знаю, что Он может еще больше сделать, и поэтому открыт к тому, чтобы Он повел дальше. А куда? Он сам знает. Спасибо. Вы даже ответили на мой следующий вопрос, что вы считаете благословением в своей жизни. То есть, Светлана, у вас получится так сказать, что бы вы хотели изменить, и что большим благословением является, то я, наверное, уже и не буду задавать последний вопрос. Что изменить в жизни? Не знаю, наверное, больше хотелось бы времени, хотелось бы больше себя уметь организовывать в том времени, которое есть. Для меня большое благословение вообще, ну, как вот моя жизнь, я благодарна Богу за все, что у нас есть, за семью благодарна, за мужа благодарна, за служение. То есть, таких, ну, как бы, особых каких-то разочарований в жизни не было. Господь хранил нас от многого, чего мы даже удивляемся и надеемся на милость. Спасибо. Ну, сейчас будем задавать вопросы к благословению, которые есть в вашей жизни, ваш супруг, который был приглашен раскрывать тему. Но мы немножечко хотели бы узнать о детстве, о том, что вас формировало. Какие яркие впечатления из детства вам запомнились, которыми бы вы хотели поделиться? Первое впечатление, ну, вот, мне было 4 года, и я помню дядю с лопатой, который копает колодец. Вот такое вот интересное впечатление. Солнечный день у нас, дом, в котором жили мы в Киевской области. И такое вот яркое первое впечатление. Большая библиотека, которая была у моего дедушки, которая, наверное, повлияла на мою любовь к книгам. И к тому, чтобы я слушал, слушал прежде всего разные радиостанции. Был у нас радиоприемник, который сменился на такой более современный, еще в бывшем Советском Союзе. И вот короткие волны, которые я слушал с разных уголков мира, долетали до нас эти голоса, которые заставляли меня думать не только о том, что было привычно в нашей стране, но и об альтернативных идеях. Потому что я вырос в довольно обычной, я бы сказал, семье с теми взглядами, которые были тогда. Но благодаря радио ко мне стали приходить те идеи, которые позволили мне задавать вопросы. Что вы имеете в виду обычной по тем временам семье? Вот можно чуть-чуть уточнить? Ну, я имею в виду в Советском Союзе, как обычно, скажем так, была установка на то, что Бога нет, на то, что мы все жили с определенными представлениями о том, каков мир и кто мы в нем находимся. То есть, что есть там, допустим, одна партия только, что нет никакой экономической конкуренции и так далее. Вот примерно с такими взглядами я и вырос тоже. Ходил в обычную тоже школу, вот, и все это, всему этому я подвергался. И вот тогда, когда я слушал радиостанции с других мест, они позволяли мне задавать новые вопросы. Я слушал новую музыку, и ко мне приходили другие идеи. Я слушал те новости, которые заставляли меня думать совершенно иначе. А о чем вы в тот момент, вот, у вас новые идеи появлялись, это помогало вам о чем-то думать, о чем вы вдруг начали или мечтать, или планировать, или какие у вас идеи, как вы высказались, появились? Ну, знаете, эта идея высоко сказана или громко сказана. На самом деле, когда ты ребенок или в подростковом возрасте, здесь романтики больше. И вот сидишь перед радиоприемником, я помню, слушаешь разные короткие волны, разные радиостанции, там песни из Китая или из Кореи, там латиноамериканскую какую-то станцию поймал, и тебе, конечно, интересно, вот, как люди живут там, и что они думают. И потом, когда я впервые услышал христианские радиостанции, причем самые разные, до меня стали доходить идеи о том, что этот мир возник или мог возникнуть не сам собой, не ввиду долгих эволюционных процессов, а благодаря участию личностного Бога-творца. Это была совершенно новая идея для меня. Она стала переворачивать мой внутренний мир. Я где-то был в восьмом классе, и биологии, по биологии нас учили совершенно другому. И дальше больше, то есть я все ближе и ближе приходил к христианскому мировоззрению, благодаря тому, что слушал радио. Ну, осуществились ваши идеи, мечты, вот то, что вы видели, там рисовали себе. Ну, как я уже сказала, я вас знала как радиоведущего. Значит, где-то что-то вы достигли своей цели. Ну, я бы сказал так, что я даже и предположить не мог, что это будут за цели. Я просто слушал, мне было интересно, какие-то появлялись мысли о заоблачных странах или о том, как живут те люди, которых я никогда не видел. Но то, что Господь совершает, оно, как в Писании сказано, намного больше даже нашего воображения, то, что мы можем себе представить. И поэтому Господь меня нашел там у радиоприемника, я уверовал, стал христианином, и дальше больше. Потом он дальше вот меня повел к тому, чтобы использовать радио в служении, к тому, чтобы получать и духовное образование, к тому, чтобы участвовать в совершенно других и разных видах служения. Поэтому это большое благословение. Но у меня как бы параллельный вопрос. А семья, которая не знакома с Господом, какая была реакция семьи? И не мешали ли они вам расти в своем видении, в своих идеях, в своих стремлениях? Это не разделяло моих убеждений. Даже до сих пор есть те, о которых мы молимся в моей семье, в нашей семье, кто еще не принял Иисуса Христа в свое сердце. Но тем не менее, знаете, очень интересно. Мои родители такое понятие имели, что они мне доверяли. То есть то, что я читал, то, что я слушал, они, я бы сказал так, не сильно контролировали или проверяли. Они видели, что я чем-то занят, чем-то очень интересным. И они, можно даже так сказать, давали мне право выбора. У меня была возможность слушать то, что я хотел, читать и даже подписывать те журналы и газеты, которые я хотел. И потом ходить в собрание, сколько я хотел и когда я хотел. Ну, конечно, папа там ставил какие-то определенные рамки, чтобы я там до 10 часов вечера, скажем, вернулся. Тогда же еще не было даже мобильных телефонов. Но и этот взгляд простирался вообще на всю мою жизнь. То есть они мне позволяли выбирать мой жизненный путь в том числе. И я им очень благодарен за этот подход. Ну, не каждый родитель, конечно, пойдет на это. Это благословение действительно. Потому что я знаю семьи, где дети хотят служить, где дети хотят идти в церковь, но родители их не пускают. То дорого на маршрутку, там лишние расходы, то время, то мы не знаем где. Ну, в общем, показывает свой авторитет. Не там, где надо. Поэтому у вас это действительно хороший пример. И слава богу, что вам дали эту возможность. С какой вы страны? Где вы родились и выросли? Я родился в Украине. В Украине, о которой мы сейчас молимся. Тоже по тем событиям, которые происходят. И вырос в городе Запорожье. И уже, наверное, большую часть жизни прожил здесь, в Соединенных Штатах. А сколько вам было лет, когда вы переехали в Соединенных Штатах? Мне было 19 лет. Вы в 8 классе уверовали. И что произошло за эти 10 лет, 11? И как вы оказались в 19 лет в Америке? Я учился в школе. И когда я учился в школе, как раз я слушал христианское радио. Где-то в 8, 9, 10 классы произошло мое уверование. Есть те люди, которые могут показать на календаре дата моего духовного нового рождения. Я не могу такой даты вспомнить. Я просто знаю, что Господь нашел меня. Может быть, даже это не было какое-то яркое событие, когда я реально склонился на колени и принял Христа в свое сердце, помолившись. Хотя, конечно, и это имело место. Но, скорее, мое мировоззрение постепенно менялось под воздействием тех проповедей Ярлопейстей, Николая Водневского, других ведущих, которых я слушал. Литературы, потому что, когда я слушал радио, я выписывал эту литературу. И постепенно у меня так вот собирались полка за полкой христианские книги. Многие вопросы мне были непонятны. Например, я думал, ну почему столько много христианских конфессий? Где же из них та самая верная, правильная и так далее? И вот я пытался найти ответы на эти вопросы, пока не понял, что нужно искать в источнике, то есть в Библии. И так, если по-простому сказать, то кто же из всех этих конфессий живет по Библии? Мне само Священное Писание помогло найти ответ на этот вопрос, потому что те конфессии, которые были у нас доступны, когда я читал Писание, именно благодаря Писанию я нашел те евангельские церкви, которые, как я видел, более соответствуют тому, что записано в Библии. Вот на этом остановился мой выбор. Я начал ходить в Центральную Баптистскую Церковь, причем где-то в подростковом возрасте, мне было там лет 13, я стал просто приходить и садился, и тихонечко просиживал все собрание, как губка впитывал все то, что происходит, и потом уходил. И это был такой период обильного духовного роста, и хотя никто ко мне не подходил, я был даже благодарен, что никто ко мне не подходит, потому что я хотел расти, я хотел таким образом развиваться, пока, наконец, я не услышал или по радио, или в одной из проповедей, что, ну, это ведь церковь, ты должен к ней присоединиться. Мне нужно было выйти из тени, мне нужно было подойти все-таки к пастору церкви и сказать, что я хочу с вами поговорить, я хочу стать членом церкви. И так и произошло. Я становлюсь членом церкви, вот, начинаю принимать участие в разных служениях. Потом, после школы, я поступаю, у нас в городе открылся тогда Запорожский библейский колледж, который теперь также и семинария. И один из первых наборов, там я был еще и переводчиком, помогал в этом тоже. И там, собственно, я знакомлюсь с различными преподавателями и так далее, веду переписку тоже. Сегодня я живу в Соединенных Штатах, но как я сюда попал, у меня была мысль о том, и мечта была о том, чтобы получить духовное образование. И как-то один из братьев вышел на меня, написал мне письмо. Я даже не знал, как он узнал мой адрес, только потом об этом узнал. И из Соединенных Штатов он прислал мне это письмо. Я с ним познакомился, списался, рассказал ему о своем желании получить духовное образование. И он мне помог. Он создал такой фонд, в котором собирались деньги, средства. Нужно было собрать, по крайней мере, на первый год обучения. И так я приехал как студент учиться в библейском институте МУДИ. Ну, интересно. И вы сказали, что вам было 19 лет, когда вы сюда прибыли? 19 лет. 19 лет. И с тех пор вы здесь, вы не возвращались больше домой, да? Вы как бы здесь уже остановились, остепенились, обзавелись семьей, правильно? Ну, с тех пор мы возвращались неоднократно, можно сказать. Мы посещали, потому что мои родители там находятся, и другие тоже, братья, сестры. Мы ездили, и я один, и со Светланой, и с детьми мы неоднократно были. Почти каждый год мы выезжали для того, чтобы принимать участие в самых разных проектах. И миссионерские проекты были, в частности, служение слабовидящим. И разные лагеря, там, детские лагеря. И просто вот и послужение, и просто вот посещение. Так что почти каждый год мы там бывали. Да, но до этого вы же Светлану еще не знали. Вот давайте здесь поподробнее немножко. Вы сейчас сказали, что вы со Светланой бежали, но в 19 лет вы приехали, и вы Светлану не знали же еще. Ну, может, она расскажет тогда чуть-чуть. Ну, так как у нас семейное служение, Светлана, то, в принципе, мы, конечно, хотели бы услышать и вашу версию, ну и вашу версию, Вадим Александрович, готовьтесь, пожалуйста. Ну, я не думаю, что они будут отличаться, по крайней мере. Сейчас мы узнаем. Вот этот сейчас момент. С Вадимом я познакомилась в Запорожском библейском колледже, мы там вместе учились. Вадим всего лишь на полгода меня старше, то есть это один и тот же набор. У нас было два отделения, наверное, три там было отделения, получается, проповедников, христианское образование, на котором я училась, и еще там были где-то хоровое отделение. Там мы познакомились, скажем, где-то после, через полгода после того, как мы начали учиться, и с тех пор как бы начали дружить. Потом через полгода Вадим уезжает в Америку учиться в институт Муди, то есть Господь ему дает зеленый свет, потому что, ну, никого не пропускали. И так получилось, что вот Вадим смог получить визу и сразу поехать учиться. Плюс здесь американцы, это семья, о которой он говорил, фонд создали, и были уже достаточные средства для того, чтобы он мог учиться. Я остаюсь, не, не через полгода, получается, через полтора года. Через полтора года, да, забыла. То есть мы полтора года уже как бы сдали друг друга, ходили вместе на служение. Я ходила в те церкви, где он проповедовал, мне очень нравилось. То есть он сразу решил, что я тот человек, с которым он хочет провести остаток своей жизни. Мы сейчас подойдем к этому вопросу, почему вы так прям сразу решили. А вот у тебя, как у девушки, что в тот момент было в голове, в сердце? Было ли у тебя такое? Это заняло некоторое время, но я очень сразу уважала Вадима, уважала почему. Потому что, ну как, если сказать, первый момент, который я его заметила, это вот как он рассказал свое свидетельство. Надо было свидетельство рассказать перед другими студентами. У нас был совместный класс, сестры, братья. И он выходит и рассказывает то, что он слушал радиопередачи и пришел к Богу. И для меня это тоже как бы такое, как бы вспышка такая, вау, кто-то покаялся от радиопередач. Это было что-то для меня особенное. Почему? Потому что в моей семье тоже, с самого детства, постоянно звучали радиопередачи. То есть у нас не было телевизора. Ну, скажем, часов в шесть вечера они включались. И до самой поздней ночи у нас работало радио. То есть это был тоже наш такой, как бы, духовный, духовная библиотека, где мы слушали, учились, учились петь, учились. Вот Слову Божьему наше формировалось там мировоззрение. И это все мы только вообще христианские слушали. Если он слушал разные, то у нас в семье четко, потому что я из христианской семьи четко, только христианское радио слушали. То есть никогда я не знала ни верских песен, ничего. То есть далеко от политики, от всего. Ну, и вот Вадим выходит, рассказывает свои свидетельства. И для меня такое вау! Кто-то покаялся того, что слушал радиопередачи. Это было очень неожиданно. И так как бы обратило мое внимание на него. Ну, а так как все студенты общались, знали друг друга, разговаривали, он начал присоединяться к нашей компании. У нас было трое девчонок. Мы ходили вместе сюда на обед. Нам надо было некоторое время ходить. Потом какие-то у нас были курсы по взрыву евангелизации. Надо было где-то два километра ходить. Он присоединяется, нам что-то рассказывает, мы уши развесим. То есть рассказывать он умел еще в том возрасте. Это у него талант с детства, как бы, да, у вас? Вы заметили, когда вот дар красноречия? С детства самого или это новое? Я не знаю насчет дара красноречия. Я просто помню, были такие моменты в школе. Нужно было, так я скажу, может, это не совсем хороший пример, но нужно было писать сочинение. И я не сразу любил читать. Я иногда не читал произведение, но послушаю внимательно или там что-то из критики. И потом вот возьму и напишу сочинение. Ну, думаю, надо что-то сдать. Вот, напишу. Ну, как-то чувствую себя не очень, потому что я не читал произведение. Я просто услышал чувство, которое было у учителя по этому произведению. И что-то тут схватил мысль какую-то тут. И вдруг учительница говорит потом, ну, вот вы знаете, вот это самое лучшее сочинение. Зачитывает его. Думаю, ничего себе. Я и не читал, и вроде бы вот так вот сел и написал. И как-то вот оно так вот получилось. Ну, так не делайте, друзья. Я не говорю о том, чтобы так кто-то делал. Это я делал еще, когда не был верующим. Поэтому не советую. Я не думаю, что это хорошая практика. Но это тот дар, который нужно было возгревать также. И, конечно, развивать тоже. Ну, и теперь ваша версия. И потом мы выйдем на уже ваш семейный период жизни. Вы почувствовали сразу или спустя некоторое время, что это та половина, которая вам дарована свыше. Правильно? Или это все-таки молитвенное такое предстояние пред Богом? Ну, вы знаете, я пришел в колледж получить библейское образование. У меня не было мысли, вот мне нужно здесь жениться. Некоторые так приходят. Тем более, что мы со Светланой встретились в довольно раннем возрасте. Но вот что-то произошло. Почему-то она мне приглянулась. Как-то мы встретились. Она мне понравилась. И понравился ход ее мыслей. Мне стало интересно, что она из христианской семьи. Это тоже для меня что-то было особенное. Это был мир, которого я тоже не знал. И как-то вот слово за слово мы стали все больше знакомиться друг с другом. В основном это происходило вот в такой обстановке, в которой мы были в христианском колледже. То есть мы там вместе могли обедать. Мы вместе как-то поехали. У нас была возможность поехать в Польшу вместе. Там помнишь, да, интересный момент был. По-моему, я за тебя написал это сочинение. Нужно было написать сочинение. Почему ты хочешь поехать в Польшу? Я себе написал и думаю, я хочу поехать не сам, я хочу с ней. Но не только с ней, там и другие студенты. Да, групповая такая поездка. И там она оплачивалась. Какой-то христианский лагерь в Польше был. И вот нам как студентам предложили туда поехать. И вышло так, что и мое сочинение прошло, и ее. И мы действительно едем вместе в этой группе. То есть у нас были вот эти возможности как-то взаимодействовать, беседовать друг с другом. И, кстати, потом, когда я уже был в Америке, а она находилась на обучении в России, мы переписывались. Я когда приехал сюда, я помню, что мне трудно было освоить компьютер. Я его видел раньше, но у меня не было раньше там своего компьютера. Это все-таки были еще 90-е годы, скажем так. И я приезжаю сюда, прихожу в компьютерную лабораторию, и я не умею печатать. Я там печатаю одним пальцем. Но мне хочется ей многое рассказать, потому что вот чужая страна, новая обстановка. Вот я нахожусь в университете. Как проходит мое обучение? Я начинаю печатать, и печатаю ей довольно большие письма. Сколько там, я не знаю, страниц было в этих письмах? Некоторые были по 36 страниц. 36? 36 страниц! Я думал, 16 там нет. Ничего себе! Целые книги! Вы сохранили их? Но они где-то на флешке сохранены. Ой, вам надо, наверное, отпечатать это для детей на память. Ну, как много раз переезжали, не сохранили. Ну, я не перевезла, понятно, оттуда не перевезла. Но у меня брат, он в Москве, я там училась в университете. Он на фирме. Должен был все это распечатывать. И приходил, и потом говорил, ну, сколько на тебя краски, бумаги, все это тратится. Но мои письма, конечно, не были такими длинными. Наверное, от силы 5 страниц когда-то было. Ну, вот, кстати, вот тема общения у нас, да, и вот семейное общение. Вот эта переписка, которая у нас была по электронной почте, я писал тебе, ты писал мне, мы переписывались. И она позволяла нам лучше узнать друг друга, потому что вот это общение письменное, то ли в виде писем, то ли в виде электронной почты, сейчас оно не так распространено, но я все равно советую, если у кого-то есть возможность, этим заняться. Потому что, знаете, когда особенно ты только перед вступлением в брак с кем-то встречаешься, у тебя во основном работают там, я не знаю, глаза, да, работают твои чувства. Но тогда, когда ты представляешь этого человека, но ты не имеешь возможности лично встретиться, ты должен изложить свои мысли, ты должен изложить там на бумаге, ты должен изложить электронно там в компьютере. И это позволяет тебе лучше себя выразить, это позволяет тебе передать ту мысль, вот, которая у тебя есть, для этого человека более ясно. И также у того человека, у твоего партнера есть возможность тебе ответить, тоже выточив свои мысли, отточив свои слова, продумав свой ответ. И получается, что вам намного легче прийти к общему знаменателю. Нет каких-то ответов скоропалительных, нет каких-то слов, о которых потом пожалеешь, или, по крайней мере, их намного меньше. Так, и вы утвердились, наступил момент, когда всё, вы сделали, вы решили сделать Светлане предложение. Это произошло также на расстоянии, вы там, она там, или вы уже каким-то образом поехали туда? Да, как это, вот, буквально, ваша встреча, и уже мы пошли дальше. Ну как, я приехал в Соединённые Штаты и позвонил своим родителям, и говорю, вы знаете, вот, поедьте, потому что, вот, ну, они немножко знали, что вот Светлана есть и так далее. Вот, и попросил их, чтобы они поехали и, как у нас говорят, засватали, да? Без вас. Вот, без меня. Вот такая вот история. В общем, родители беспрекословно, как-то им это интересно было даже, поехали и всё сделали. Да, они, да, очень серьёзно отнеслись, там какие-то, какие-то народные обряды даже нашли, да, что вот там, вот как это всё делать. Нас князь послал. Так, и Светлана, вы согласились сразу? Надо сказать, что согласилась-то я ещё раньше, перед тем, как он уехал в Америку. Вот, то есть это уже, как бы, было... Такая договорённость, как бы, у нас была. Ну да, договорённость, мы договорились. Ну, Вадим собирался ехать учиться в Америку для того, чтобы дальше нести служение, там, в библейском колледже, на Украине. То есть, как бы, возвращаться, никто не думал о том, что мы будем жить в Америке. И я собралась учиться в Москву, то есть мы решили, что он едет в Америку. Я еду в Москву учиться, 4 года пройдёт, мы вернёмся, поженимся, вот, и всё, заживём счастливо. Но потом, получается, через год он приезжает на каникулы, ну, уже после одного года обучения, и он знает то, что у нас есть статус. Статус уже был давно, но, как бы, его мы не использовали, но, говорит, едьте в Америку. Понравилось вам здесь, да, Вадим Александрович? Ну, скорее всего, здесь вопрос не то, что понравилось, то, может, и понравилось, но нехорошо быть человеку одному. Я просто понял, что когда мы расставались со Светланой, мы давали друг другу это обещание, мы говорили, ну, встретимся там, когда обучение наше закончится. Ну, сколько? Ну, 4 года. Представляете, молодые люди, это чем надо было думать, да, вот, чтобы такое обещание друг другу дать на 4 года вперёд. Ещё и при той технике, ни скайпа, ни видео, ни телефонов, ничего, да? И приезжаю, да, и поэтому после того, как у меня год прошёл, я понял, что нет, 4 года это слишком долго, так дело не пойдёт. И просчитав, вот, или продумав все варианты, ну, естественно, помолившись, я приезжаю и говорю, слушайте, а может быть, таким вариантом вы воспользуетесь? Ну, то есть, чтобы мы поженились, говорю, но, вы знаете, потому что я беседовал с её родителями, говорю, папа, мама, подумайте, вот о чём. Может быть, воспользоваться вашим статусом приезда в Соединённые Штаты для того, чтобы всё-таки наш брак уже был не просто как среди студентов. У нас тогда не так много прав было бы и возможностей, а уже такой вот полноправных, вот, тех, которые были бы уже жителями Соединённых Штатов. Приехала ты уже сюда, в Америку, да? Наступил этот долгожданный день, вы начали жить как полноценная семья. Каким образом вы оказались в серьёзном служении? И как ты, как супруга служителя, чувствовала себя в этой роли? То есть, я понимаю, это тоже процесс, когда ты должен понять, что же на тебя возложилось, на твои плечи. Вот этот момент, вот, как вы заступили в служение, и уже Светлана версия, как ей это служение давалось, как супруге. Я всегда расценивал служение как огромнейшую привилегию, которую каждый из нас может иметь от Господа. Ну, и у каждого своё служение. Вот, я помню, когда я обратился, меня просили проповедовать. Вначале в сельской общине, где ещё бабушка моя была, и там некому было, и там такая общинка небольшая была. Вот она мне напоминала такое первохристианство, знаете, как в книге «Деяния апостолов». Но, правда, там был один недостаток. Там только маленькие были и старенькие. То есть, вот этого среднего возраста там не было. И вот это было первое место, где я проповедовал. Потом дальше, больше. Ну, и когда я приехал сюда, в Соединённые Штаты, я уже получал образование как служитель. Я шёл по специальности Библии и богословия, и всем этим интересовался. И поэтому понимал, что, ну, когда-то, возможно, у меня такое было желание. Думаю, ну, наверное, когда-то я стану учителем в церкви. Ну, может быть, я так думал, будет мне там лет 50, вот будет у меня определённый опыт. Вот тогда я смогу уже всё это применить. Но произошло это быстрее, чем я думал. Потому что, откликаясь на разные приглашения церквей, вначале это было там, в Чикаго, когда мы жили, потом мы переехали сюда, потому что пригласили руководить христианской школой здесь, при крупной славянской церкви здесь, в районе Большого Сиэтла. И потом больше, потому что, когда ездишь, одна из церквей попросила меня также быть их пресвитером, быть служителем, что для меня было весьма необычно. Потому что я думал, что, ну, если это вообще должно произойти, то, наверное, тогда, когда я буду уж совсем постарше. Служение никогда не было для нас чуждо, в том смысле, что, как Вадим сказал, что он, как только пришёл к Богу, сразу начал служить, начал заниматься словом, проповедью. И мы очень много ходили вместе, как студенты, на различные служения, вангелизации. То есть это было во время библейского колледжа много очень было различных служений, лагерей и так далее. То есть это был такой духовный рост. Ну, плюс то, что как бы я с детства, я принимала участие в служении. Я, можно сказать, с самого раннего детства, где-то с 13 лет начала помогать в воскресной школе и потом стала полноцедным учителем. И, ну, как бы, можно сказать, что в маленькой нашей церкви отвечала за это всё и проводила различные программы с молодёжью. Я извиняюсь, это было там? Да было там, на Украине, в городе Марганец, Днепропетровская область. То есть служения никогда не было для нас что-то необычное. Но, видя дар Вадима, больше как бы в учительстве, я всегда думала, что он будет учителем. Учителем Библии, преподавать студентам, может быть, в колледже, в семинарии. То есть мы больше как бы об этом думали и даже думали возвращаться туда, на Украину, в наш библейский колледж. Сейчас в семинаре будет. Но оттуда предложений не поступало. И жизнь наша уже, как бы говорится, здесь чуть-чуть осела. И мы остались здесь. И, получается, когда призвали Вадима на служение, ну, сразу было, конечно, необычно, не хотелось. Не хотелось, потому что я выросла в семье служителя. И это не лучший экспириенс, потому что те, кто служит, того бьют. Это такое было ощущение, да? Да, такое было ощущение. Ну, как бы, вот с самого детства я знала, что это как бы тяжело. Тяжело, да. Ну, если сказать сейчас, то я не жалуюсь на свою жизнь, наоборот, благодарна Богу, что Господь использует Вадима, использует его для служения церкви и также другим верующим. И я стараюсь ему помогать. Для меня это не, ну, как бы, не в тягость. Это больше, как бы, в радость. То есть, когда ты вместе служишь, когда вместе делишься, живешь этими идеями, служение, как лучше что-то сделать, где что-то, какой-то семинар провести или что-то такое, то это радостно. То есть, у меня совершенно нету каких-то там обид на то, что он там служит. Все взаимно. Все взаимно, да. То есть, ну, я хочу сказать, что это благодаря, вот, скорее всего, что той школе, которую мы обои прошли. То есть, мы прошли библейский колледж вместе в Запорожье. И это был для нас, как бы, большой духовный рост, такой скачок. Плюс мы прошли вместе институт МУДИ, который направлен больше на служение. То есть, там идет, как бы, полностью направленность, чтобы выходили люди, которые служат Богу в дальнейшей своей жизни. И это очень сильно, как бы, помогло, вообще, ну, как бы, принять всю нашу жизнь и призвание. То есть, у нас сформировала вот эта среда одинаковая, можно сказать. Потому что мы встретились и в колледже, и прошли вместе. И у нас были одни и те же, даже, можно сказать, преподаватели, через которых мы проходили. И вот это давало нам даже вот темы для разговоров. Мы сегодня как-то... Я говорю, слушай, у тебя такой конспект есть? Она говорит, да, она встает, вот этот конспект, и мы вспоминаем вместе, что это было. То есть, вы вместе делали домашние работы практически? Ну, в МУДе, да. Но это было, как бы, время формирования такое для меня, ну, как привыкание вообще к языку, ко всему. Уже на следующий год это было намного легче. Они, получается, засчитали мое образование в Москве и два с половиной года мне еще. Ну, я вот слышала тебя, ты говорила, у нас были в планах, чтобы... И ты думала, что Вадим будет преподавать, что Вадим будет проводить семинары. И на сегодняшний день, насколько я знаю, Вадим и преподает, и проводит семинары, и является основным пастором церкви, да? Можете вот эту часть чуть-чуть приоткрыть, и мы плавно перейдем к теме, которую вы хотели предложить для слушателя сегодня. Да, действительно, приходится всем этим заниматься. Ну, на самом деле, очень люблю Слово Божье, люблю делиться им, и также люблю студентов, то ли учеников, то ли студентов, вот тех, кто интересуется. Но если не интересуется, значит, надо как-то заинтересовать обязательно тогда. То есть есть у меня определенные трудности, но, ну, например, я не всегда вижу свою аудиторию. Вот. И для некоторых это может показаться барьер такой, знаете, вот выходишь, и ты не всегда видишь лица своей аудитории. А ничего, на лицах ведь может другое написано быть, да? То есть лица могут выражать не всегда поддержку, а ты все равно, вот, не видя, что они тебя не поддерживают, все равно, вот, как-то проявляешь к ним там и уважение, и доброту, и так далее. Поэтому все это можно обратить во благо. Сейчас мы с вами перейдем в другое помещение и поговорим с вами о теме «Дефицит общения». Спасибо большое, Светлана, спасибо большое за ваше открытое сердце и за вашу историю. Надеемся, что это поможет нашему слушателю вас уже слышать с другого ракурса, как преподавателя, как пастора церкви, как человека, любящего преподавать, любящего Слово Божие. Вадим Александрович, вы предложили тему «Дефицит общения». Почему, по-вашему, эта тема важна в наше время? Я думаю, что сегодня семьи, многие нуждаются в общении, потому что, во-первых, есть те семьи, которые не имели опыта общения или не видели его у своих родителей, потому что обычно мы учимся у своих родителей. Сегодня мы живем в таком обществе, в котором люди погружены в информационные технологии. У них происходит разная спешка, суета, поэтому общаться им некогда, и общаться они, может быть, даже и не научены. И из-за этого происходят самые различные проблемы в семьях. Ведь я убежден в том, что основная, не просто одна из целей, а основная цель, для чего Господь создал семью, это было общение. Помните, нехорошо быть человеку одному, и вот Господь создает помощника, соответственного ему, и Адам встречает Еву. Конечно, часть цели семьи – это и продолжение рода, это и совместное служение, но общение, я полагаю, должно быть на первом месте, и без него ничего из всех остальных целей просто неосуществимо. И поэтому получается такая картина, что если семья существует, но не научилась общаться или не умеют общаться, и прошло уже много лет совместной жизни, это чревато самыми разными проблемами в этой семье. Мы разговариваем, мы какие-то вопросы решаем, это не общение. Что вы имеете в виду, вот не научились общаться? Ну, конечно, с одной стороны все вроде бы просто, потому что если подумать о том, что же такое общение, это минимум два человека или два партнера, один приемник, другой передатчик, и иногда они меняются местами, один передает сообщение, другой получает его. Но если подумать, у каждого из нас был самый разный опыт общения в разных ситуациях. Каждый из нас попадал в такие ситуации, в которых мы знали, что ясно вроде бы пытались себя выразить, говорим на одном языке, но нас не понимают, или мы кого-то не понимаем и потом это осознаем. Где-то мы замыкаемся, где-то нам трудно себя выразить, нам не хватает словарного запаса для того, чтобы выразить то, что мы хотим по-настоящему выразить. Где-то мы обжигаемся из-за тех проблем, конфликтов или обид, которые происходят на нашем пути, и не можем полностью открыться. Ну и, наконец, есть еще такой момент. Мы ведь созданы разными. Есть мужчины и есть женщины. И хотя мы хотим здесь избавиться от разных таких обобщений, потому что есть такие книги, которые слишком вдаются в эти детали обобщений. Знаете, вот, например, есть такая крестьянская книга «Женщины с Венеры, мужчины с Марса». Вот там описывается, что вот, если вы мужчина, то, скорее всего, имея проблему, вы пойдете и закроетесь в своем кабинете и будете ее решать. А если вы женщина, то вы соберете вокруг себя такой целый консилиум, целые советы, будете общаться, кому-то звонить, с кем-то советоваться. И во многих случаях это так, но есть, конечно, и исключения. Как, например, во многих случаях женщины действительно более разговорчивые, чем мужчины. Хотя разговорчивые и общительные – это ведь тоже не одно и то же. Одним словом, есть эти обобщения, есть эти тенденции, которые позволяют нам увидеть, что мы, будучи созданы разными, не всегда можем понять друг друга. То, что люди говорят, еще не означает, что они умеют общаться. То есть где-то передатчик не срабатывает или приемник не очень хорошо работает? Ну, я так понимаю, раз я разговорчивая, у нас идет диалог, должна обязательно быть приемная сила или желание принять ту информацию, тогда получается общение, а иначе это как бы получается разговор в одни ворота, правильно? Обязательно, да. И вот вы сейчас сказали как раз некоторые из тех условий, которые отмечают и христианские психологи, и даже светские, о налаживании общения в семье. Я должен правильно себя уметь выразить. Тот, кто меня слышит, должен желать того, чтобы я был услышан. Я должен также иметь желание услышать своего партнера. Умение слушать тоже очень важно. Есть место невербальной коммуникации в общении, есть место чувствам в общении. Не просто выслушать и покивать головой, а действительно попытаться проникнуться тем, что ты услышал, и можешь даже задать вопросы. А я правильно тебя понял? Ты вот это хотел или хотела сказать по-настоящему? И все это составляющие общения. Хорошо. Если человек желает общаться, то его половина не научена и не желает этого делать. Как тогда быть в такой семье? Ну, зачастую это не то, что один может и желает, а другой не может. У каждого могут быть свои недостатки. И в зависимости от того, что это за недостатки. Кто-то может быть слишком молчалив, кто-то может просто уставшим приходить с работы и не иметь возможности, желания или времени для того, чтобы общаться. Кто-то может не обладать достаточным словарным запасом. Кто-то может вообще считать, что общение это не главное. Самое главное, ну, скажем, это просто быть вместе, что-то делать вместе, иметь близость, в том числе на физическом уровне. Но пока не будет достигнуто вот этого единения, единства в общении, не будет одного сердца, одних мыслей, одного стремления. Помните, как о браке некто сказал, что брак это не то, когда люди смотрят друг на друга, а то, когда они смотрят в одном направлении. Я вспоминаю пример, как один из братьев, когда уже пришли они к такому возрасту вместе с женой, который называют пустым гнездом, когда дети уже выросли и когда они стали покидать дом. И он предвкушал, что наконец-то он сможет вступить в общение обратно со своей женой. И потом он говорит, вот свидетельствует, беседуя с другими, говорит, и вы знаете, я ее потерял, я вдруг обнаружил, что со мной находится совсем незнакомый для меня человек. То есть где-то, если не соблюдать вот этой дистанции, то есть если близко не идти друг к другу, каждый день, не возгревая этого общения, не анализируя свой день, не передавая свои мысли друг другу, где-то у них наметился этот разлад, который все больше и больше разъединял их каждый день, пока они незаметно незаметно для себя оказались в положении, что они друг друга не слышат и не понимают. И что тогда в таком случае делать? Ну, конечно, мы взяли такой радикальный пример, когда нужно уже и радикальные меры принимать, но все равно есть возможность помочь. Во-первых, нужно усилие. Что нужно делать в этой ситуации или в той ситуации, когда мы чувствуем, что мы удаляемся друг от друга и что у нас есть проблемы в общении, нужно проявлять усилие. Люди планируют разные вещи, но зачастую они не планируют общение. И у меня вопрос, может быть, к тем, кто сегодня слушает нашу беседу. Как у вас происходит это общение семейное? И я бы не сказал даже общение с детьми, это тоже важно, но общение с супругами на первом месте должно быть. Есть ли у вас это время каждый день, может быть, каждую неделю по несколько часов для того, чтобы оно, это время, было отделено для того, чтобы никто не мог посягнуть на это время, чтобы это происходило естественным образом, а если это не происходит, то выделите для себя это время. Например, решите, что по средам вы с женой ходите гулять вместе или по пятницам вы берете ее на свидание и вы проводите время в общении. Продумывайте это общение также. Помните, что часто мужья забывают о том, что инициатива в общении должна принадлежать им. Как это ни странно бы не прозвучало, потому что думают, ну, женщины-то более вот умеют говорить и общаться, но на самом деле инициатива должна быть от мужей исходить. Почему? Потому что, если мы посмотрим, Господь, который является нашим примером, Он имеет инициативу в нашем спасении. Он приходит для того, чтобы найти нас, для того, чтобы спасти нас на эту землю. То же самое и мы, мужья. Порой мы успокаиваемся, мы думаем, все, у меня уже есть жена, чего мне еще желать? Все, все нормально. Я уже ее приобрел, она уже моя, и мне стоит теперь только успокоиться и наслаждаться семейной жизнью. Но оказывается, эта семейная жизнь, прежде всего, в рамках общения, требует усилий. И вот эти усилия, когда муж продумывает свои вопросы, продумывает свои ответы, продумывает ход общения, потому что в Библии сказано, что язык, он может быть неудержимым злом, но с другой стороны, он как руль в корабле, который направляет вот эту семейную лодку в одну или другую сторону. Достаточно нескольких слов, и эта лодка вот в одном направлении пошла, или в другом направлении. Поэтому от нас в общении очень многое зависит. Мы должны создать эту атмосферу и проявлять инициативу в общении. Ну и, конечно же, женам необходимо отвечать. Отвечать так, чтобы мужу было несовестно общаться, нерискованно общаться, чтобы он мог открываться, но это касается и мужей тоже. То есть, чтобы тогда, когда в браке происходит общение, ни один из партнеров не чувствовал какого-то подвоха, какой-то обиды, какой-то опасности, что сейчас меня унизят, сейчас меня обозвут, сейчас на меня как-то что-то мне не то скажут или меня не выслушают и меня не поймут. Это тоже часть этой безопасной обстановки в общении. В Писании сказано «в любви нет страха, истинная любовь, она изгоняет страх». Это так всё красиво сказано, я прямо вот нарисовала себе эти картины, там муж инициатор общения, супруга радостно подхватывает эту инициативу, они вместе по жизни идут общаясь, и всё у них хорошо. Но тема дефицит общения откуда-то родилась. И вот нету инициативы, не будет общения. Есть инициатива, нету того, кто принимает эту инициативу. И вот тут возникает дефицит, и я не знаю, если наше поколение знакомо с этим словом, то есть дефицит, нехватка чего-то, острая нехватка при том. Какие барьеры, вот что может этому препятствовать? Я вот назвала несколько причин, может, есть более практические какие-то моменты, которые вы могли бы озвучить? Ну, конечно. Вы знаете, Писание нам тоже это открывает. Но прежде всего начнем с того, что общение, само слово, оно ведь происходит от слова общность. То есть, когда у вас есть что-то общее, тогда вам интересно друг с другом. Почему, может быть, муж не спешит, ну, предположим, в общении со своей женой? Может быть, у него есть друзья, с которыми ему интереснее? Может быть, у жены есть подруги, с которыми ей интереснее, которые, по ее мнению, лучше ее понимают, с которыми ей не нужно такие усилия проявлять для того, чтобы ее поняли. Но я напомню, что увидеть брак это Божий проект, то есть, Бог его задумал. И Господь, когда создал нас по своему образу и подобию, специально нас соединяет в чем-то мы подобны, но в чем-то мы различны, имеется в виду друг с другом. И вот в том, в чем мы различны, мы должны смиряться и дополнять друг друга и благословлять. А в том, в чем мы подобны, мы должны наоборот искать вот этой вот общности для того, чтобы от этого отталкиваться, интересоваться интересами друг друга. Как прошел день? Какое у тебя хобби? Чем ты сегодня занимался или занималась? Задавать наводящие вопросы дополнительные, делиться своими мыслями о том, что прочитано, что нет. Говорят, что общение бывает нескольких уровней, даже пять уровней. Может быть, мы сегодня их не все перечислим, но первый, самый поверхностный, и иногда семьи на нем даже и останавливаются, это уровень, когда ты как будто бы говоришь так, как в лифте. То есть, это самые такие отвлеченные общие темы о погоде, о природе, как дела, несколько слов, несколько фраз и все. Но, если дальше идти по этим уровням, ты приходишь к самораскрытию, к, давайте употребим такое слово, обнажению. В данном случае имеется в виду душевное и духовное обнажение друг перед другом. Помните, в Библии сказано, хотя там говорится также и о физическом значении этого слова, что они, Адам и Ева, они были наги и не стыдились. И Господь выходит, помните, после грехопадения, и Он их не находит, и Он ищет опять-таки общение с ними. Но они попрятались, они попрятались друг от друга, попрятались от Господа, и они уже не имели этого общения друг с другом и с Господом, они его утеряли из-за грехопадения. И вот мы приходим к такому выводу, что общение работает тогда, когда все эти каналы открыты и они налажены. Какие каналы? Их три, канал общения с Господом и канал общения с супругой. Таким образом, трое принимают участие в этом общении. Все эти каналы должны быть открытыми и налаженными. Если у меня канал общения с Господом, то тогда мне есть о чем общаться с супругой, потому что я открыт со своим Господом, я ему передаю свои мысли, чувства. И если моя супруга, мой супруг открыт ко мне, мы также можем иметь это духовное на первом месте общения, душевное на втором месте общения, ну а потом уже также и телесное. То есть, образно говоря, это может служить своеобразным индикатором духовной зрелости в семье? Я думаю, что с повышением духовной зрелости повышается также и желание общаться. Желание общаться и продуктивность от общения. Ведь если задуматься о вечности, вечность нам тоже будет предоставлена как возможность общаться. Помните, в Библии написано «се скиния Бога с человеками». Скиния – это общение. Вот пришел Господь Иисус Христос и написано, что Он пришел к нам сюда, на нашу землю, и Слово стало плотью и обитало с нами. Там употребляется то же самое слово. То есть, Он находился между нами. Иоанн пишет, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Мы созерцали Его, мы осязали Его, так сказать, трогали Его руками, Он был между нами, мы общались с самим Богом. Потом тот же Иоанн уже в книге Откровения говорит о том, что цель Божья – это общаться с нами в вечности. Ну а цель церкви тоже ведь в общении, правда? Вот мы читаем в книге «Деяния апостолов» во второй главе о том, что первая церковь пребывала. И в чем она пребывала? Она пребывала в учении апостолов, в молитвах, в преломлении хлеба. И еще один немаловажный пункт – они пребывали в общении, потому что у них было что-то общее, у них была христианская вера, искупитель Господь, который пришел и их освободил. Ну а теперь семья. Что такое семья? Это малая церковь. Без семьи церкви не бывает. Семьи должна начинаться церковь. И вот, пожалуйста, сколько сразу получается возможностей и тем для общения. И это также означает, что тот, кто общителен в церкви, но не общителен в семье, нет ли здесь какого-то лицемерия, что ли, знаете, вот такого элемента, на котором нужно обязательно поработать. Все должно начинаться с семьи. Слушая вас, я как бы сталкиваюсь в жизни, там, по работе, по служению с очень многими переживаниями, что в семьях нету этой связи. И вроде бы и духовно они неплохо как бы наполнены, и общение по малым группам существует, и служение в церкви какие-то есть. А вот где-то нарушен контакт. И их общение ограничивается буквально такими бытовыми какими-то вопросами, которые, ну, все равно они опустошают в итоге. Не связано ли это с тем, что мы, в принципе, очень много все заняты, что у нас как бы работы у многих, что каждый и муж, и жена сейчас на работах, и приходят вы еще говорите, что это усилие, что общение это, в принципе, усилие. И наработавшись, придя домой, хочется отдохнуть, хочется как-то прийти в себя, как бы приходишь в реанимационную такую обстановку, где тебе надо реанимировать в буквальном смысле слова, тут надо еще усилие какое-то предложить, чтобы пообщаться. Может ли это со временем вот утечка вот этого произойти, и какая-то дыра происходит вот между супругами, которая в итоге может и закончится тем, что надо там с братьями вдруг пригласить, чтобы это общение образовалось снова. Так и есть, я правда не знаю, насколько братья помогут в этом, потому что ведь здесь все зависит не только от взаимного желания, но и от того, как правильно расставить приоритеты. То, что вы сейчас сказали, что мы ставим часто наши приоритеты, нам важно, чтобы все успеть, есть срочные дела, есть работа в конце концов, есть дети, которых нужно поднимать, есть куча различных причин, и даже служение, между прочим, очень интересно и важно, оно может стать препятствием в общении, потому что оно тоже должно занимать какое-то время. И если мы не поставим общение в семье, мы думаем, ну, семейная жизнь, вот она сложилась уже, и вот она потихонечку себе идет. Ну, что, ну, мы кушаем вместе, ну, мы находимся вместе в кровати, там и так далее, и вот это все вместе происходит. Но, оказывается, общение – это то время, которое нужно планировать, которое нужно обдумывать, и к которому нужно стремиться. Если этого не происходит, то тогда будет возникать дефицит в общении, и который со временем может привести к тому, что не только трещинки, но и глубокие раны могут быть нанесены такому браку. Вот недавно одна сестричка в слезах подошла, она и делилась такой ситуацией, что у нее совершенно отсутствует общение с супругом, она пытается к нему достучаться, она задает вопросы, она плачет, он еще больше замыкается и уходит, в буквальном смысле слова. То есть эта тема закрывает его, его сердце, какое-то общение между ними, и она просто в слезах пришла и спрашивает совета, и как ей быть, и что делать, и каким образом вот эту стену, которая образовалась после 23 лет в местной жизни, как это пробить эту стену? Конечно, каждый случай индивидуальный, но очень часто помогает вернуться назад, по крайней мере, в своих мыслях, потому что машины времени у нас нет, вернуться назад и подумать, а где мы разошлись, где, с какого момента начался наш разлад, что произошло между нами, что нас начало разъединять. может быть, это какие-то едкие замечания, которые были совсем незаметны для меня, но тем не менее, которые привели к тому, что мой муж стал таким образом себя вести, он стал удаляться, он стал замыкаться. Какова вина моя в этом может быть, какова его кто именно здесь приложил к этому свою руку, может быть, мы ударились в работу и стали карьеристами в этом плане, может быть, мы слишком много внимания, как это ни странно прозвучит, стали уделять другим взаимоотношениям, может быть, там в детей сильно вкладывались и о вот этих отношениях между супругами, которые все равно должны быть на первом месте, сколько бы детей в семье не было, мы как-то позабыли и мы удалились друг от друга. Словом, вернуться. Дальше очень хорошо было бы после того, как предстать перед Господом, где-то, может быть, покаяться, за что-то попросить прощения, помолиться об этом, все-таки осмелиться иметь откровенный разговор с мужем. и знаете, не такой разговор, что так, давай все-таки я тебя хочу вывести на чистую воду, потому что если люди уже находятся на этом уровне общения, то им не удастся сразу за одно усилие достичь быстрых результатов в налаживании общения. Для этого нужно время и для этого нужно взаимное желание. Поэтому вот это оттаивание, оно должно происходить постепенно. конечно, я думаю, что она могла бы попросить его о таком разговоре и так и честно признать то, что произошло и откровенно рассказать о том, что она переживает. Кстати, часть успешного общения это тогда, когда мы делимся не тем, как кто-то нас обидел, например, вот ты так давно со мной не говорил, я так давно не слышал твоих слов о любви, я вообще не знаю, ты любишь меня или нет, ты со мной не общаешься. Чувствуете, да, здесь звучит некое такое обвинение. Вместо этого лучше сказать, как я себя чувствую, то есть я так давно этого не слышала и я так скучаю, я помню, как, и потом можно рассказать, что я помню, наши первые, может быть, встречи, прогулки и так далее, как бы хорошо туда вернуться, и потом, конечно, можно что-то услышать такое, ну, мы же уже взрослые люди и так далее, и здесь тоже не задаваться и продолжать говорить не о том, что какой ты или что ты сделал, а действительно рассказывать о своей душе, о своих чувствах, и рано или поздно вот эта откровенность, вот эта любовь, она возымеет так же и взаимную реакцию, потому что она не может оставаться в этой неделе. Спасибо. А есть ли такие темы, которым супругам тяжело или, ну, нежелательно обсуждать, чтобы не достичь вот этого разрыва, который вот мы сейчас обсуждали, и вы как-то одну из них озвучили уже, да, вот когда какое-то идет нападение на супруга, есть ли еще какие-то моменты, которые лучше избежать? Вы знаете, возможно, речь идет не о темах, а о манере общения, то есть общение не должно приводить к тому, что я содрогаюсь от мысли, что вот сейчас что-то со мной, кто-то будет доминировать в этом общении, не даст мне возможность самовыразиться, как-то превратит мои слова или исказит, да, я не должен об этом о всем думать, я должен, напротив, чувствовать себя свободным в общении, поэтому каждый должен оценить себя в данном случае и спросить, а я даю такую возможность своему партнеру, или же мой стиль общения не позволяет ему или ей самовыразиться безбоязненно и соответственно у нас из-за этого проблемы, потому что вот есть такой блок, есть такая проблема в общении. Конечно, бывают и другие проблемы, бывает какой-то семейный конфликт, который давлеет над ситуацией, он уже давно вывел супругов из того состояния, когда они могут открываться друг перед другом, и потом вот это оттепель, это возвращение к полной открытости происходит очень медленно, очень трудно, потому что, знаете, когда ты открыт с близким человеком, и потом ты получаешь может быть какую-то рану от этого человека, ты хочешь закрыться, ты хочешь закрыть это больное место, потому что ты обжегся, у тебя был неприятный опыт и пройдет немалое количество времени, пока ты опять сможешь открыться, потому что у тебя есть опасение, что ты опять получишь вот такую некую рану, это один из таких вот моментов, но, тем не менее, смотрите, хотя в общении всегда есть риски, и подспудно мы об этом думаем, благословение от него намного больше, чем те риски, которые мы испытываем. Спасибо. Ну, как бы я что для себя услышала, что в семье надо смотреть больше в свое сердце, свои мотивы, при общении учитывать вот эти моменты, и даже если что-то не нравится в партнере, высказывать это как пожелание с любовью, а не как обвинение, не как нападение, потому что обязательно будет последствия, которые потом сложнее исправить или сложнее вывести из того состояния, потому что оказывается, мужчины тоже, если сказать, немощный сосуд, я не могу это сказать, потому что писание говорит, что наоборот. Ну, ранимы они, давайте так скажем прямо. Более того, есть даже слова, которых стоит избегать вот в разговоре, вот, например, такие слова, как никогда, никогда не помню, чтобы ты мне помог в уборке. Все, и вы уже, вы выразили вроде бы свою мысль, но действительно ли это так? И фактически, ну, вот такая вот обида может произойти, потом попробуй выйти из этой обиды. Может быть, даже человек не покажет это на своем лице, но вы отодвинули этот уровень общения далеко назад, туда на уровень лифта, как мы уже говорили, да, попробуйте теперь его вытянуть оттуда. Или всегда, твоя мама, всегда там, и так далее, троеточие поставим здесь, сами можете дописать. То есть, есть те фразы, которых стоит избегать, мы должны быть осторожными в словах. Опять, вспоминаем наставления, их в писании очень много. Послание Иакова говорит об опасности пользования языком неправильно. Сколько есть таких советов в книге-притче, здесь просто не перечесть, о том, что язык, он может служить либо источником благословения, либо источником проклятия. Так вот, наши слова, помните, апостол Павел говорит о том, что всякий раз, когда мы говорим, мы должны говорить с благодатью, наше слово должно быть приправлено солью, мы должны нести благодать, назидание слушающим. И это относится далеко не только и не столько к церкви, а прежде всего к нашим самым близким людям, к нашей семье. Мы приоткрыли еще одну завесту, то есть наши братья, мужчины, они ранимые, оказывается, то есть они не настолько независимые, не настолько сильные, как женщинам иногда кажется, почему они, в принципе, себе, может, и позволяют такие моменты, как выбрасывать такие обвинения, и как вы сказали, слово «никогда», он где-то себе в глубине души думает, ах, раз «никогда», ну тогда «никогда» тебе это и будет, да, и все, и таким образом сам себе приговор озвучил. Как бы, ну это мое мнение, и прежде чем мы будем заканчивать наш разговор, я бы хотела обратиться к аудитории с предложением того, что если у вас появились какие-то вопросы в процессе беседы, если вы желаете получить ответы, пожалуйста, напишите в комментариях, сообщите, может быть, поделитесь какими-то своими личными примерами, чтобы это было благословение для слушающих. И прежде чем мы будем прощаться, Вадим Александровичу будет дано слово, и это слово сейчас передаю вам, это ваше время, пожалуйста, последнее такое заключительное слово от вас, как от служителя, как от пастора для слушающих. Я вспоминаю один стих из книги-притчи 18 главы, где написано «жизнь и смерть во власти языка». То есть мы можем пользоваться общением как инструментом, либо для того, чтобы вокруг нас была обстановка жизни. Вот смотрите, слово. С помощью слова Господь создал этот мир. С помощью слова мы можем созидать и назидать. С помощью слова, именно слово, Господь нас привлекает к себе. Господь Иисус проповедовал и потом апостол, и вот так это слово достигло до нас, и мы тоже стали верующими. То есть слово дает веру, слово спасает, слово имеет огромнейшее значение. И в нашей жизни, и семейной жизни слово тоже имеет огромнейшее значение. Мы можем вокруг себя распространить вот это зловоние, когда не подходи к нему, он опасен, потому что неизвестно, что он скажет, и как он отреагирует, бывает такое, или она, неважно здесь, кто это. Или же, напротив, мы можем быть источником благодати, мы можем быть источником доброты. Какая бы ни была у нас семейная обстановка, кто бы чем не занимался, кто бы как бы неправ не был, нам нужно соблюдать то, что делал Иисус Христос и каким образом Он нас научал. Он должен для нас быть примером. Есть вещи, которые Господь разрешит, но когда мы общаемся с самими близкими нашими людьми, давайте помнить о том, что мы можем ранить их наиболее серьезно, если мы будем неправильно пользоваться этим очень сильным инструментом, который Господь нам дал. Ну и совет всем общайтесь. Вот попросту общайтесь, уделяйте для этого время, садитесь вместе, находите совместные темы. Иногда это будет трудно, иногда это будет даже как-то неуместно, иногда будет желание как-то покинуть, потому что ну вроде бы нет какой-то совместной платформы. Но помните, общение это чудесная возможность для того, чтобы развиться, для того, чтобы увидеть другого, для того, чтобы получить наконец поддержку. поддержка и в трудные времена, и в обычные времена нам так необходима. И поэтому Господь нас создал социальными существами, не только для того, чтобы мы где-то в обществе общались, а для того, чтобы мы также в семье проявляли эти способности, которые Господь нам дал.